Самый масштабный проект, в котором я участвовал. Убранство храма мозаиками. Я здесь участвовал как исполнитель. Он мечтает однажды создать что-то не менее грандиозное. Пока же счастлив быть участником подобного творения. Со стен Минского храма всех святых сегодня смотрят несколько мозаик, выложенных руками Антона Бельского. Кропотливая работа — лишь часть немалого багажа молодого мастера. Десятки расписанных храмов и икон в Беларуси и Польше, уверяет, навсегда укрепили уверенность в выбранном пути. В первую очередь, потому что я православный, уцерковленный человек. И к этому ко всему отношусь с большим трепетом. Меня это вдохновляет. Я в этом вижу смысл своей жизни — творить такого рода искусство. Это он понял, едва стал студентом. Из первых курсов знал, что дипломным проектом сделает роспись иконостаса. В итоге Антон Бельский — первый за последние 20 лет студент Академии искусств, избравший несветский путь. На роспись храма Рождества Иоанна Предтечи в деревне Баркалабова у него ушло больше двух лет. Что начиналось как фрагмент для получения диплома, в результате переросло в полноценную работу площадью свыше 800 квадратных метров. Наверное, можно назвать это молитвой, общением со святым. Сам процесс исполнения — это уже второй момент. Когда ты осознал, когда ты подготовился, сделал искусств, всё идёт само собой, как говорится. Иногда веришь в то, что это не ты делаешь своими руками. Где-то кто-то тебе помогает. За похвалой от Государственной экзаменационной комиссии последовала и вовсе неожиданная — специальная премия президента. А ведь сегодня он и сам помогает раскрывать таланты. В 30 с небольшим для своих студентов он — Антон Георгиевич. Она смотрится идеально в том окружении, которое она выбрала по эскизу. Поначалу страшно было. Я не ожидал, что у меня это получится. Шёл с опаской с большой. Именно боясь контингента. То есть, что люди не отнесутся серьёзно к тому, что я смогу говорить. Со временем они понимают, с кем у меня это дело. Ну, собственно, профессионализма у меня хватает. И я думаю, этот момент он уравнял. На новом для себя поприще Антон нашёл и единомышленников, которые, как и он, хотели бы создавать произведения, достойные не столько похвалы, сколько тихой молитвы. И хотя собственной школе говорить, конечно, рано, уверен, когда призвание исходит от сердца, за ним стоит следовать. Наталья Стельмах, Александр Кривецкий. Наши новости ОНТ.